Добрый день, уважаемые финалисты Всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал». Меня зовут Диана Тимуровна, и сегодня мы с коллегами представляем Московский городской педагогический университет. Мы рады вас приветствовать. Московский городской педагогический университет является вузом-организатором трёх педагогических направлений из четырёх заявленных в Олимпиаде. Итак, это специальное дефектологическое образование, направление «Классный руководитель» и педагогическое образование «Основное». Специальное дефектологическое образование является одним из важных и значимых направлений Олимпиады. Заключительные испытания проходят в два этапа. Это полуфинал, который проходит дистанционно, и финал, который пройдёт очно в Москве. Сегодняшний вебинар посвящён особенностям заключительного этапа. Мы разберём структуру кейсового задания, систему оценивания и ответим на ваши вопросы. В ходе сегодняшнего вебинара вы можете задавать вопросы в чат, и в конце мы ответим на них. Итак, а сейчас я передаю слово кандидату педагогических наук доцентру кафедры логопедии Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета Галине Анатольевне Бутко. Галина Анатольевна, Вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники заключительного этапа Олимпиады, уважаемые магистранты. И разрешите прежде всего поздравить вас с выходом в заключительный этап. Это было непросто. В этом году у нас очень много участников отборочного этапа, и вы уже лучший из лучших. Я надеюсь, что соревнования заключительного этапа тоже пройдут для основного масса для вас успешно. Давайте немного разберем, в чем же будет состоять заключительный этап и к чему вам нужно готовиться. Ну, как уже сказала моя коллега, заключительный этап у нас традиционно состоит из полуфинала и финала. Полуфинал проходит дистанционно, онлайн, и будет состоять в решении кейсовых заданий. Сейчас мы более подробно о них поговорим. Ну, а в дальнейшем те, кто пройдет полуфинал и наберет необходимое количество баллов, будет приглашен на финал, который, как уже сказали, будет проходить в Москве. И к этому событию те, кто попадет в финал, должны будут разработать план-проспект, либо проект, обязательно будет отдельное наше собрание по поводу финала, вебинар по поводу финала. Но уже сейчас можно сказать, что к финалу вы сможете подготовиться достаточно основательно, потому что сама тема либо вашего проекта, либо плана-проспекта определяется вами самостоятельно. Вот поэтому у вас будет достаточно времени продумать, как, что и в каком объеме вы подготовите к финалу. Кратко расскажу о таймлайне полуфинала. Сами соревнования полуфинала пройдут уже завтра, 14 февраля 2024 года. И выполнение заданий категории магистратуры будет с 12.00 до 13.30 по московскому времени, то есть в течение 90 минут, полутора часов. Соответственно, в этом году дается на полчаса больше для выполнения заданий полуфинала. И это очень хорошо, потому что вы сможете спокойно посмотреть задание, продумать, как его решать, и все не спеша заполнить ответы и так далее. Как это все нужно сделать, мы сейчас с вами рассмотрим. Ну а дальше будет работать жюри. О составе жюри я сейчас тоже немного скажу позже. И жюри, эксперты будут оценивать ваши работы. И на это дается примерно две недели. То есть до конца февраля работы должны быть проверены. И приблизительно 29 февраля, в этом году 29 дней в феврале, каждый участник получит в личном кабинете баллы, которые ему поставлены за полуфинал. Дальше предусмотрена апелляция. Апелляция проводится по правилам определенным. Эти правила вы можете посмотреть на официальном сайте Олимпиады. Апелляция приблизительно будет проводиться с 1 по 7 марта. И уже к 14 марта будет подведение итогов полуфинала. То есть где-то 14, приблизительно 14 марта участники получат приглашение. Те, кто прошел финал, получат приглашение в свои личные кабинеты, получат приглашение на финал. А сам финал пройдет в середине апреля 2024 года. Это примерно 15-16 апреля. Пока еще официально дата не утверждена, но это примерно вот эти вот числа. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что все правила, по которым проводятся и... Ой, простите, перескочила немножко. По которым проводятся полуфиналы и финалы, они опубликованы на официальном сайте Олимпиады. Вот здесь вот вы видите адрес этого сайта. Ну, я думаю, вы с ними знакомы. Там есть раздел «Расписание, площадки и материалы заключительного этапа». Здесь есть расписание полуфинала, и есть спецификации для бакалавриата и для магистратуры. И в этом документе спецификации как раз вы поможете посмотреть и критерии оценки заданий, и правила проведения. И там же, кстати, в спецификации есть список литературы, по которой можно подготовиться к полуфиналу. И также здесь же на официальном сайте есть демо-версии. Их тоже можно посмотреть, пройти, если вы еще не прошли, чтобы поближе познакомиться со структурой заданий, которые будут в полуфинале. Еще здесь есть такая кнопочка, которая называется «Регламент». И если вы на нее нажмете, то тоже там есть все правила проведения заключительного этапа и полуфинала, и финала. Это все вам в помощь для подготовки к этим соревнованиям. Относительно жюри. Жюри, как всегда, очень представительное. Председателем жюри является Алтаржевская Любовь Евгеньевна. Это директор городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы. Жюри всего состоит из 60 экспертов. Это представители вузов-сорганизаторов, представители вузов-организаторов, вузо-организаторы, извините, то есть МГПУ. И это и научно-педагогический состав вузов, кандидаты, доктора наук. У нас в жюри 6 докторов наук. А также в жюри входят руководители, работники образовательных организаций, учреждения социальной защиты, здравоохранения и представители работодателей. От Москвы 10 членов жюри и от каждого вуза-сорганизатора по 5. То есть вот такое представительное жюри будет оценивать ваши работы. И будем ждать этих оценок приблизительно к концу февраля. Как я уже сказала, правила проведения, они опубликованы более подробно на сайте Олимпиады, но я решила все-таки вас с ними немножечко познакомить. И вот здесь они вкратко изложены. То есть здесь написано, что полуфинал пройдет в дистанционном формате в виде решения кейсового задания, выполненного в течение 90 минут с последующей загрузкой участниками в личном кабинете на интернет-портале Олимпиады результатов решения кейса. Для того, чтобы решить кейсовое задание, вам нужно в обозначенный день и время, то есть 24 февраля, ой, извините, 14 февраля в 12 часов, зайти в свой личный кабинет и приступить к выполнению задания на платформе Яндекс.Контест. Оно представляет собой описание определенной педагогической ситуации, а сами кейсовые задания, подготовленные, они распределяются участникам рандомно, то есть в случайном порядке. Для выполнения этого задания вам нужно ответить на ряд вопросов. Магистранты отвечают на пять вопросов в свободной развернутой форме в виде печатного текста, который вводится непосредственно в поле ответа, вот введенное для ответа время. Еще чуть попозже я вам покажу, как и выглядит это все задание, поле ответа в личном кабинете. Ну и, соответственно, после окончания, после того, как задание выполнено, оно может быть выполнено только один раз, с одной попытки, без возможности редактирования, когда вы уже отправили ответ в систему, когда нажали на кнопку «Отправить». После этого редактировать задания уже нельзя. После того, как вы выполните все задания, отправите их в систему, закончите работу, жюри начнет свою работу, получит ваши ответы, и после окончания работы жюри, как я уже сказала, вы в своем личном кабинете получите итоговую оценку за полуфинал. Апелляция в рамках полуфинала может быть и проводится в соответствии с положением об апелляции Всероссийской Олимпиады студентов «Я профессионал». Это положение, как я уже сказала, опубликовано на сайте Олимпиады. По результатам участия в полуфинале составляется рейтинговая таблица и определяются участники, прошедшие в финал. Приглашение к участию в финале публикуется в личных кабинетах на интернет-портале Олимпиады. Ну вот это основные такие правила проведения полуфинала. Теперь давайте рассмотрим, какие виды заданий предусмотрены для участников категории «Магистратура». Предусмотрено три таких основных вида заданий. Они могут немножечко различаться от того, что я вам сейчас расскажу, но ненамного. Значит, первый вид заданий, когда кейсовые задания представляют собой итоги психолого-педагогической диагностики развития ребёнка без указания варианта нарушенного развития. И, соответственно, первым вопросом будет определить вид нарушенного развития. Но сейчас мы чуть попозже, сейчас я вам расскажу, какие будут вопросы. Это первый вариант задания для магистратуры, первый вид задания. Дальше второй вид кейсового задания отображает итоги консультирования, например, родителей ребёнка с ОВЗ специалистом сопровождения, либо педагогом-психологом, учителем-дефектологом, или учителем-благопедом, и при этом уже даётся указание либо на диагноз ребёнка, либо на вариант нарушенного развития. И, соответственно, уже определять вариант нарушенного развития не надо, но будут стоять другие вопросы тогда в задании. И ещё третий вид в этом году кейсового задания появился, когда задания представлены в виде психолого-педагогической характеристики на ребёнка, и тоже нужно будет ответить на пять вопросов. Вопросы могут быть разные к заданию, но по содержанию, но, в общем, идентичны по уровню сложности все эти задания. Ну вот здесь, как раз на этом слайде, вы видите варианты вопросов, которые могут быть. Вот к заданиям первого вида такие вопросы в основном ставятся. Какое нарушение развития наблюдается у данного ребёнка? Какие проявления этого нарушения описаны в тексте? Какой, например, вариант образовательной программы необходим для этого ребёнка? Или, например, какой вариант ФАОП необходим? Какие специальные условия необходимо создать для обучения ребёнка? И какие основные рекомендации родителям вы дадите? Вот это основной вариант вопросов, которые ставятся к кейсам первого типа. К кейсам второго типа и, в общем, к кейсам третьего типа примерно такие вопросы ставятся. Как бы вы обобщили результаты консультации для родителей в доступной и приемлемой для них форме? Какие проявления нарушенного развития вы увидели в тексте? Какая программа либо дошкольного образования, либо какая адаптированная программа для школьника необходима для данного конкретного ребёнка? Какие специальные условия необходимо создать для обучения ребёнка? И также какие основные рекомендации родителям вы можете дать? Как я уже сказала, вопросы могут немного разниться, но приблизительно темы будут в таком поле. Теперь поговорим об оценивании заданий полуфинала. Система оценивания заданий основана на пяти критериях основных. Это суммарный показатель ответов на вопросы кейса, понимание сути педагогической ситуации, степень полноты и обоснованности решения заданий, педагогическая эрудиция, культура представления решения педагогической ситуации. Всего пять критериев, и каждый критерий оценивается максимум в 20 баллов. Таким образом, максимальное количество баллов за решение задания — 100 баллов. Ну вот дальше, на следующих двух слайдов, я представила полностью критерии оценивания полуфинала для категории магистратуру. Но я не буду очень подробно на каждом критерии останавливаться, кратко скажу о них. Первый количественный критерий, он, поскольку пять вопросов ставится, то здесь может быть пять оценок. Первая оценка — 0, 4, 8, 12, 16 и 20. Ну а оценка 0 ставится, если участник вообще не ответил ни на один вопрос. Такие случаи бывают, но очень редко, поэтому оценка 0 у нас тоже бывает очень редко. Ещё здесь нужно вам помнить, что нужно отвечать по существу поставленных вопросов. Ну это, наверное, понятно всем, да? Бывает так, что участник не успел там ответить на пятый вопрос или на какой-то забыл послать вопрос. Такое тоже случается. Поэтому обязательно очень внимательно проверяйте, все ли вопросы вы, ответы, вернее, на вопросы вы послали, чтобы потом не было обидно, что вы всё сделали, а послать забыли. Поэтому внимательно проверяйте все свои ответы, послали вы их или нет. Я сейчас всё покажу, как будет выглядеть, и вам будет видно в своём личном кабинете, отослали вы вопрос или не отослали. Соответственно, за этот критерий максимально можно получить 20 баллов, если вы на все пять вопросов ответили. Здесь не оценивается качество ответа, а оценивается именно количество ответов. Дальше качество ответов уже оценивается другими критериями. Вот один из них — понимание сути педагогической ситуации. И здесь, чтобы получить 20 баллов, надо продемонстрировать адекватность понимания выявленной проблемы и обосновать её актуальность, формулировать суть педагогической проблемы правильно, понять причины её возникновения и обосновать. И, соответственно, если там есть субъекты взаимодействия, то тоже описать, как они взаимодействуют. Соответственно, следующий критерий — это степень полноты и обоснованности решения кейсового задания. И здесь 20 баллов ставится, если участник в полном объёме даёт аргументированные ответы на поставленные вопросы, способен какие-то разные варианты решения, поставленные за педагогической ситуацией, решить, аргументировать выбор оптимального решения. И, соответственно, если ситуация имеет разные решения. Также предложить пути решения проблемы, и они должны быть соответственны и возрастным, и психологическим, индивидуальным особенностям субъекта педагогической ситуации. И будет приветствоваться, если для решения педагогической ситуации привлекаются не только традиционные, например, но и инновационные психолого-педагогические технологии. Следующий критерий — это педагогическая эрудиция. Соответственно, здесь нужно продемонстрировать знания теории, концепции, идеи из области специальной педагогики и специальной психологии, уметь применить их к факту анализа. И здесь же, конечно, тоже приветствуется привлечение междисциплинарных знаний для решения педагогической ситуации. И, конечно, для того, чтобы получить 20 баллов, надо продемонстрировать неординарность и глубину педагогического мышления. И ещё один критерий — культура представления решения педагогической ситуации. Во-первых, участник здесь должен продемонстрировать общую культуру письменной речи. То есть ваши ответы должны быть без орфографических ошибок, пунктационных ошибок и других видов ошибок в первую очередь. Ну и, конечно, ответ должен быть построен логично, иметь определённый оригинальный характер. Необходимо иметь способность продолжать и развивать высказанную мысль, обосновывать заявленную позицию различными аргументами. Вот это основные такие критерии, пять критериев, по которым оценивается выполнение вашего задания полуфинала. Теперь давайте некоторые технические такие вопросы обсудим. Вот как выглядит задание, когда вы войдёте в систему для её решения. Вот так вот выглядит начальная страница. А здесь, вы видите, написано «Специальное дефектологическое образование, полуфинал для студентов магистратуры специалитета». Так называется наш уровень, на котором вы проходите соревнования. И вы сразу попадёте на страницу с информацией. Здесь представлена информация для участников полуфинала по нашему направлению «Специальное дефектологическое образование». Здесь, в принципе, всё написано, что вы должны сделать. Сначала нужно попасть на нулевую страницу, которая называется «Описание». Вы на неё нажмёте. Вот здесь вот справа голубым цветом написано «Описание», «Задача 1», «Задача 2», «Задача 3», «Задача 4», «Задача 5». Вот сначала вам нужно зайти в «Описание». Там в этом «Описание» вы увидите само содержание кейса, сам текст. И в конце ещё вы увидите все пять вопросов, на которые вам нужно будет ответить. Вот давайте сейчас мы как раз зайдём на страницу «Описание». Вот здесь оно немножко мелко, но вы поняли, что это страница «Описание». Здесь сам текст кейса и в конце пять вопросов, которые к нему поставлены. Ну вот данный кейс – это из демо-версии. Я думаю, что вы можете его потом посмотреть и попробовать ответить на эти вопросы. Ещё здесь есть сверху такая голубая строчка перед кейсом наверху. Если вы на неё нажмёте, то вы попадёте на «Яндекс.Диск». И здесь тоже вы можете увидеть полностью текст этого кейса. Можете там его скопировать, если вам нужно для себя, чтобы вам было удобнее. Скачать его или просто просмотреть. Но это, в общем, не обязательно. Если вам это нужно, вы это можете сделать. Если не нужно, вы можете читать текст кейса здесь. Но это сделано для вашего удобства. На самом деле удобно постоянно перед глазами видеть текст кейса для того, чтобы отвечать на вопросы. Ну а дальше, чтобы ответить на вопросы, вам нужно нажать на задачу 1. Вы будете отвечать на первый вопрос. Если нажмёте на задачу 2, вы будете отвечать на второй вопрос и так далее. Вот если мы нажмём на задачу 1, мы попадём как раз на поле, куда нужно будет впечатывать ответ на ваш кейс. Ответ на первый вопрос кейса. Какой вариант нарушенного развития в данном случае. И вот это поле, которое под вопросом вы видите. В это поле и нужно впечатывать ответ. После того, как вы ответ впечатали, его проверили, решили, что да, это правильный ответ, полностью уверены в этом, нажать на кнопку «Отправить». Здесь видите под полем, которое впечатывается, ответ есть такая жёлтая кнопочка «Отправить». На неё надо обязательно нажать, и тогда ответ будет отправлен в систему. Если вы не хотите сразу отправлять ответ, а хотите сначала ответить на следующую задачу, вы имеете в виду, что текст ответа может не сохраняться. Поэтому вы тогда откройте ещё какой-то там бордовский файл и сохраните себе на всякий случай текст этого ответа. Иначе потом вам придётся снова его впечатывать. Потому что такие случаи были у нас в прошлый раз, поэтому вы всё-таки где-то сохраняйте свои ответы, чтобы они у вас не терялись. Но после того, как вы отправите ответ в систему, я ещё раз повторяю, уже нельзя будет ничего исправить в этом ответе. Если вы нажали на жёлтую кнопочку «Отправить», отправили в систему ответ, всё, больше его отправить нельзя. Ну и, соответственно, дальше вы нажимаете на задачу 2, то же самое делаете с ответом на второй вопрос, впечатываете его, отправляете в систему, и так последовательно. Вы можете не обязательно последовательно отвечать на вопросы, можете сначала, допустим, на пятый вопрос ответить, когда вам нужно нажать на задачу 5 сначала, ну и так далее. И когда вы ответите на все вопросы, то напротив вопроса, на который ответ уже отправлен в систему, всё нормально, стоит галочка. На зелёном фоне такая голубая галочка, это значит, всё, вопрос отправлен в систему. Ну вот здесь вы видите, мы зашли на первую страницу информации, здесь мы видим, что все вопросы отправлены в систему, всё нормально. Вы можете уже заканчивать своё соревнование. Здесь, в самом верхнем правом углу, есть такая кнопочка «Завершить», вы на неё нажимаете, и вот здесь рядышком, где поменьше, есть надпись «Вы завершили участие в соревновании», но в любой момент до конца соревнования можете вернуться. То есть, если у вас ещё время осталось, 90 минут не истекли, ещё не наступило 13.30, вы можете вернуться. Но исправить что-либо в отправленных заданиях вы уже не можете, вы можете их только посмотреть. Ну и, собственно говоря, всё. Вот такая процедура вас ждёт. Здесь нет ничего сложного. Просто нужно быть внимательным и, как следует, подумать над ответом на поставленные вопросы, и их вписать в поле и отправить. Ну вот ещё хотела вам напомнить, что необходимо обязательно сделать перед заключительным этапом, это проверить свои технические устройства, которые вы используете в ходе пополнения заданий полуфинала заключительного этапа, а также проверить доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет. То есть, нужно, чтобы был стабильный интернет, потому что за свой интернет вы отвечаете сами. Организаторы соревнований за ваш интернет не отвечают. Они отвечают только за то, чтобы работала система Яндекс.Контест, и чтобы там не было сбоев. Ну, мы будем надеяться, что сбоев не будет, потому что уже в последние годы у нас эта система работает чётко, правильно, отлажено, и будем надеяться, что всё технически пройдёт хорошо. Ну, ещё хочу посоветовать вам не с телефона заходить, решать кейс, а лучше либо с ноутбука, либо с персонального компьютера, поскольку вам нужно будет впечатывать ответы, лучше их где-то сохранять, так будет удобнее, и меньше возможностей сбоев различных. Ну, собственно, на этом, наверное, я закончу своё выступление. Вот сейчас я вам переключу вас на страничку, где есть ссылка на форум опрос для сбора обратной связи среди участников вебинара. Вы вот можете нажать на QR-код, скопировать в своём телефоне и пройти этот опрос. Пройдите, пожалуйста, это нужно для того, чтобы сделать наши выступления более информативными и для вас более полезными. Ну, с советом я заканчиваю. Если есть ко мне вопросы, я обязательно на них отвечу. Ирина Анатольевна, спасибо большое за вебинар. Магистры уже специалисты высокого уровня, вопросов в чате пока нет. Я думаю, что конкурсанты готовятся, знают, как готовить свои конкурсные задания, и подключились больше, чтобы успокоиться и подтвердить свои знания. Если вдруг вопросы возникнут, то вы всегда можете написать нам на почту, и мы передадим вопросы Галине Анатольевне, и после ответим вам также на почту. А на данный момент, прошу вас, Галина Анатольевна, перевести на слайд с почты следующие, чтобы конкурсанты тоже увидели. Да, всегда можете писать на почту профнижнее подчёркивание олимпсобака.мгпу.ру. Вот, мы вам ответим оперативно. А на сегодняшний день тогда мы завершим вебинар для магистров и желаем удачи всем конкурсантам. Будем благодарны, если пройдёте форму опроса. Всё, спасибо вам большое, Галина Анатольевна. Спасибо всем за внимание. И я хочу ещё раз подчеркнуть, что нужно обязательно участвовать в полуфинале, если вы туда вышли. Даже если вы вдруг не попадёте в финал, ничего страшного, это будет для вас очень полезно, это новый опыт, да, и только получение знаний. Ничего плохого вы здесь не получите, получите только положительное. Поэтому я всех призываю участвовать. Всем удачи, мы будем за вас болеть. До дня, удачи в подготовке. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok